Какие новые поправки были внесены в закон о средствах массовой информации? Какова позиция Белорусской ассоциации журналистов? Это были достаточно серьезные поправки. Достаточно сказать, что мы высказали свои замечания и предложения на 19 страницах. Понятно, что подробно все рассказать не могу. Самое основное, что распространив контроль, полный контроль за телевидением и радиовещанием, взяв под контроль традиционные медиа, власти сейчас распространяют его и на интернет. Не то, чтобы интернет ранее у нас был свободным, но сейчас деятельность в интернете еще и попадает под действие законодательства СМИ, при том, что далеко не все интернет-ресурсы смогут стать средствами массовой информации. Только крупнейшие из них, поскольку таковы подходы, зафиксированные в законе. А при этом другие интернет-ресурсы, не получив статуса СМИ, не имея возможности предоставить дополнительную защиту своим журналистам, например, и право аккредитации, и право работать безопасно, более-менее на массовых мероприятиях, защиты источников информации, не получив всего этого, они тем не менее получают все обязанности и ответственность, а может даже и большую, чем традиционные медиа, которые прописаны в законе о СМИ. И вот этот подход, конечно же, не может не вызывать протеста у нас. Но среди других поправок, которые широко обсуждались, это обязательная идентификация пользователей интернета, комментаторов, это практически требование модерации всех комментариев, поскольку в противном случае владелец интернет-ресурса несет ответственность по закону о СМИ, и этот ресурс может быть заблокирован. Это появление в Кодексе об административных правонарушениях двух новых составов, которые предусматривают ответственность за распространение информации, распространение которой запрещено, без уточнения, о какой именно информации идет речь, и как будет определяться вот эта вот запрещенная информация. И очень высокую ответственность. Вот это только некоторые из тех дополнений, которые внесены в закон о СМИ, каждому из которых мы высказывали критические замечания. Нам говорят, что некоторые из них были услышаны. Например, ответственность сетевых изданий за распространение запрещенной информации уменьшена с 500 базовых величин до 200 базовых величин. Но мы-то, в принципе, выступали за то, чтобы эти статьи не появились. Скажите, пожалуйста, что может попадать в разряд этой секретной информации, если они никак ее не обозначены? Речь идет не о секретной, речь идет о запрещенной информации, информации распространения которой запрещено законодательными актами. Появляются каждый раз у нас какие-то новые нормативные акты, в которых может быть написано распространение какой информации запрещено. Есть такая статья и в законе о СМИ, но она заканчивается тем же той же самой тавтологии. Информация о распространении которой запрещено, несколько пунктов перечисляется, а потом добавляется еще один пункт, который делает излишними все остальные, иная информация о распространении которой запрещено. Что может попасть? Под это у нас, безусловно, попадают госсекреты, безусловно, попадает, например, информация о распространении наркотиков и так далее. Есть среди списка запрещенной информации распространение информации от имени незарегистрированных общественных организаций и политических партий. Есть такое размытое понятие, как информация, которая может причинить вред интересам Республики Беларусь. То есть само определение крайне расплывчатое, под него можно подвести любую практически информацию, которая нежелательна для распространения властям. Ну, например, сайт Харти был заблокирован в том числе за то, что распространил информацию о массовом мероприятии до того, как оно было санкционировано белорусскими властями. И такие подходы, они никак не соотносятся с европейскими подходами, которые зафиксированы, например, в Европейской конвенции или в Международном пакте о гражданских и политических правах, где определены подходы, каких должно придерживаться государство для того, чтобы иметь право ограничивать распространение той или иной информации. И эти подходы расписаны в многочисленных решениях, в постановлениях Комитета по правам человека, но, тем не менее, белорусские власти не обращают на это никакого внимания, стремятся установить жесткий государственный контроль за, как я уже говорил, информационным пространством. Значит ли это, что журналист, который занимается расследованием, может быть привлечен в последствии к уголовной ответственности? Ну, к уголовной ответственности у нас может быть привлечен журналист, который и не занимается расследованиями. Я напомню такие одни из известных фактов, когда привлекался к уголовной ответственности за клевету на президента Республики Беларусь. Анжей Пачобут, журналист газеты Выборчая. И, кстати, наиболее часто, пока что, если речь идет о уголовной ответственности, то наиболее часто привлекались к ответственности журналисты, именно за клевету на президента или оскорбление президента. Именно эти статьи наиболее часто пока что задействовали. Но журналистов-расследователей скорее угроза быть привлеченным к серьезной материальной ответственности, гражданской правовой ответственности. Мы знаем несколько случаев, когда были иски на десятки тысяч долларов за материалы, посвященные должностным лицам государства. Ну и, безусловно, никто не отменял риска для журналист-расследователя, связанного с его физической безопасностью. Как этот закон изменит медиапространство в Беларуси? Ну, я говорю, что закон направлен на усиление государственного контроля и без того крайне жесткого за информационным пространством и, в первую очередь, за его интернет-сферой. Я думаю, что его принятие усилит самоцензуру в СМИ, в интернет-изданиях в первую очередь, поскольку, как я уже сказал, необходима будет модерация всех ресурсов, ибо владельцы ресурсов должны будут нести ответственность за... в том числе и за комментарии. Во-вторых, это уменьшит количество таких серьезных игроков на интернет-рынке. У нас на сегодняшний день среди популярных ресурсов, входящих в первые два десятка, например, популярных сайтов, есть несколько региональных ресурсов, которые действуют, фактически исполняют функции СМИ, но их учредителями, их владельцами являются индивидуальные предприниматели. И я не думаю, что они смогут выполнить все эти требования, которые новый закон о СМИ предъявляет к интернет-ресурсам, которые хотят зарегистрироваться именно как СМИ. И это значит, что их положение правовое будет невнятным. Смогут они продолжать работу, не смогут они продолжать работу в том же варианте, в котором они проводят сейчас. Это остается неизвестным и непонятным. Но на самом деле я не думаю, что что-то страшное произойдет с момента вступления закона в силу, поскольку у нас практика применения закона превалирует, собственно, над законодательством. И многое решается, не отталкиваясь от правовых актов, тем более не говоря уже про Конституцию, а многое решается по усмотрению определенных должностных лиц, чиновников. И эта ситуация, безусловно, не изменится в дальнейшем. Но при этом сами эти регулирующие рамки деятельности СМИ сужаются. Уменьшается шагреневая кожа, свободы, в которых находится медиа, и это самые ощутимые последствия принятия этого закона. Как журналистское сообщество отнеслось к новым поправкам? Журналистское сообщество отнеслось довольно болезненно к этим поправкам. Я говорил, что Баш готовил свои замечания, направлял его в Палату представителей. Замечания к законопроекту были подготовлены и более широким кругом, в котором мы тоже принимали участие. Но там, где были и игроки на рынке интернет-медиа, Тутбай, Онлайнер, Новины, Бай, другие организации, которые работают на рынке. И вот тоже были сформулированы основные замечания по этому законопроекту. Активно участвовали в обсуждении этого изменения в закон о СМИ. Но с того момента, как он вступит в силу, этим организациям придется в первую очередь думать о том, как выстраивать свою деятельность с учетом изменений. Расскажите о самых громких последних уголовных делах в отношении журналистов. Самое громкое, пожалуй, последнее уголовное дело, оно возбуждено, находится в стадии следствия. Это дело по поводу Александра Липая, который обвинен в неуплате подоходного налога. Мы это ставим дело в один ряд вместе и с преследованием Беляцкого в 2011 году, и с преследованием руководства независимого профсоюза РЭП, который тоже сейчас осуществляется, то есть использование финансовых механизмов для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех или иных лиц. Вот сейчас представитель журналистского сообщества попал под уголовное преследование. Ну вот, пожалуй, это самое громкое сейчас дело. Второе дело, связанное с журналистикой, но, кстати, вызвавшее, скажем так, мягко неоднозначную реакцию внутри белорусского общества и журналистского сообщества, это осуждение в начале этого года трех белорусских публицистов, которые публиковались на российских сайтах. Ну, их называют отделы регнумовцев. И несмотря на то, что содержание их материалов, оно противоречит моим взглядам, моим подходам, но я считаю, что их осуждение не соответствует тем самым стандартам свободы выражения мнения, которое существует в демократическом мире и является явно плохим прецедентом. Но, впрочем, прецедентом называть это сложно, потому что раньше еще было осуждение блогера Пальчица, который как раз наоборот распространял резкокритические материалы о действиях России в Крыму. Вот это то, что в последние годы было более всего на слуху, вспоминалось, и то, что тревожит нас до сих пор. Расскажите немножко о ситуации вокруг Белопана, что там произошло, и ситуация с Вилсатом, и последним описи имущества. Ситуация с Белопаном, точнее, с руководителем Белопана Олесем Липаем, она очень напоминает ситуацию, которая была с Олесем Беляцким. Он обвинен, оба они обвинены в сокрытии подоходного налога в особо крупном размере, и это может повлечь за собой весьма серьезную уголовную ответственность, чем, собственно, Беляцкий, через что он и прошел, проведя четыре года за решеткой. С Олесем Липаем буквально сегодня мы распространили заявление 14 правозащитных организаций и других, скажу по-другому, что вот, буквально сегодня 14 правозащитных и других общественных организаций распространили заявление по поводу уголовного преследования Липая, и в нем обращаем внимание на такой интересный факт, что уголовное дело против него было возбуждено уже после того, как он задекларировал все доходы, которые ему вменялись в вину, и, более того, уплатил налоги и пеню, которую ему начислил налоговая инспекция, и только после этого было возбуждено уголовное дело против руководителя информационного агентства. Ну и, чтобы, может быть, было понятнее, скажу, что суть проблемы в том, что в Беларуси крайне жесткий порядок получения иностранной безвозмездной помощи, и фактически запрещено получение этой помощи для демократических организаций. И, например, Беляцкому в качестве его дохода, с которого он якобы не уплатил налог, причислили те суммы, которые шли на оплату, например, штрафов или адвокатов, пострадавшим во время акции протеста. Но все это было защитно, как его якобы полученный налог, хотя имелись совершенно другие доказательства и подтверждения того, что это был не его доход, это были деньги, которые шли на помощь политзаключенным, пострадавшим во время массовых акций. А какая ситуация сейчас с выплатами штрафов? Очень тяжелая ситуация. Я там сделаю два шага назад. Штрафы вообще за деятельность без аккредитации на журналистов-фрилансеров начали накладывать в 2014 году. И с 2014 по 2016 год было 48 штрафов журналистам. В первую очередь за сотрудничество с Белсатом, но не только с Белсатом, и с некоторыми другими иностранными медиа тоже. И вот было 48 штрафов. Потом около года не было штрафов. И я считаю это, кстати, результатом в том числе и политического давления на белорусские власти, и действий журналистского сообщества. Журналисты задали прямые вопросы, например, главе государства. Он пообещал закончить, разобраться с этим делом. Сказал, журналисты же люди небогатые, я понимаю, разберусь. Но начались весенние акции протеста 2017 года, и все вернулось на свои круги. И уже в прошлом году было 69 штрафов журналистам, причем что больше, чем за три предыдущие года. А в этом году уже на сегодняшний день около 60 штрафов. То есть мы видим, что темпы штрафов все более растут. Ну и сумма, это тоже очень серьезная сумма. В этом году где-то около более 20 тысяч евро, если в эквиваленте сказать, должны выплатить журналисты. Помогает журналистское сообщество, помогают граждане, собирают деньги на выплату штрафов, но далеко не всегда это удается сделать своевременно. И вот 13 июля судебный исполнитель описал имущество у Андрея Козилой и Ольги Чайчиц, это журналисты, которые сотрудничают с телеканалом Белсад, семейная пара. Вот он описал их имущество, машину, которая у них есть, с угрозой, что если они в ближайшие две недели не выплатят эти штрафы, то это имущество будет конфисковано. Субтитры сделал DimaTorzok